Слава Господу! Я считаю, что это очень важно, если вы в это время где-то отсутствовали, были в отпуске, обязательно возьмите записи, у нас есть на нашем YouTube-канале в интернете, на нашем церковном сайте, есть все эти проповеди выложены, все четыре части, и обязательно их прослушайте. Сегодня я в чем-то хочу продолжить эту тему, и мы перейдем к еще одной книге Ветхого Завета, которая называется «Песнь песней». Почему я считаю, что мы продолжим? Потому что книга «Песнь песней» в еврейском каноне Писаний стоит сразу же за книгой Иова. И очень интересно, как если одна книга показывает глубину отчаяния, то другая книга показывает глубину любви. И в действительности часто путь в Божью любовь, во славу Божью, лежит через страдания, лежит через скорби, и во многом через непонимание, правда же, драгоценное. Я признаюсь, я когда впервые, помню, читал Ветхий Завет, я эту книгу совсем не понял. Я даже вообще удивился, каким образом эта книга попала в Священное Писание, потому что в этой книге вообще не упоминается напрямую Бог. То есть Бога там мы напрямую не встречаем в этой книге. Что интересно, что не только я так думал, вообще это, наверное, одна из последних книг, которые были приняты в канон Ветхого Завета иудеями. И я некоторое время назад наткнулся на один разбор этой книги, который написан в 18 веке архиепископом Феофаном Прокоповичем. Феофан Прокопович — это такой очень известный был в 18 веке проповедник и государственный деятель. И вот он издал такую книгу, которая называется «Рассуждение о книге нарицаемой песни песней». И вот в своем предисловии Феофан Прокопович рассказывает, что... Послушайте, я вам процитирую. Некто господин Василий Никитич Татищев... Вы знаете такого господина? Василия Никитича Татищева. Кто это? Да, это основатель нашего города. Это основатель Екатеринбурга в 1723 году. Он был здесь, да, и он основал наш город-завод Екатеринбург. Так вот, послушайте. Вот некто господин Василий Никитич Татищев по внешнему виду... Его описывает так Феофан Прокопович. По внешнему виду человек негрубый, поворотя лицо свое в сторону, ругательно усмехнулся и перстами, стол долбя, призорный вид на себя показывал. Призорный вид показывал. Вопросили мы его с почтением, что ему на мысль пришло, и тотчас от него нечаянный ответ получили. И вот, что сказал Феофану Прокоповичу, наш основатель города, Василий Татищев. Удивился я, чем понужденные не только простые невежи, но и сильно ученые мужи возмечтали, что песни песней есть то книга священного писания и слова Божья. А по всему видно, что Соломон, раздизаяся похотью к невесте своей, царевне египетской, сие писал. Как то у прочих любовью жжемых обычай есть, понеже любить есть страсть многоречивая и молчание не терпящая. Чего ради и во всяком народе ни о чем ином так многие песни не слышатся, как о плотских любезностях. То есть, видите, основатель нашего города тоже удивился, как эта книга песни песней была отнесена к священному писанию, потому что он посчитал, что это просто-напросто Соломон, разжигаемый похотью к царевне египетской, и написал сию, и как бы нет в этом ничего особенного. На что архиепископ Феофан Прокопович признался, «Сим ответом так пораженное содрогнулось в нас сердце, что не могли мы придумать, что сказать». То есть это очень потрясло, такое отношение к книге песни песней Феофана Прокоповича просто поразило. И поскольку Татищев, написано, еще и повторял свое злоречие, мы ему с кротостью предложили, что, надеемся так, честь и силу книги сей объяснить, что он о нынешнем смехе своем восплачется. То есть Феофан Прокопович решил нашему, основателю нашего города Татищеву так объяснить песни песней, чтобы ему стыдно стало за свое такое насмешливое, высокомерное отношение к этой книге. У меня тоже произошло однажды, когда Бог, он словно убрал завесу, и я увидел в этой книге то, чего раньше никогда не видел. Не случайно мудрецы говорили, что написанное Духом Святым должно быть истолковано Духом Святым. И бывает так, я думаю, не только у меня бывало, когда вот вы читаете какую-то книгу в Библии, или какие-то стихи, или какую-то главу, и вдруг словно пелена уходит, какая-то завеса разрывается, и ты начинаешь видеть то, чего не видел раньше. Бывало у вас такое? Я очень бы хотел, чтобы что-то подобное произошло в нашей церкви. После того, как мы вот разберем эту книгу «Песни песней», и вы увидите, что в действительности вот сегодня для меня это не просто какая-то случайно оказавшаяся в Ветхом Завете книга. Для меня это, наверное, самая главная книга Ветхого Завета. Я бы назвал ее вот сердцем Ветхого Завета. Не случайно вообще в поэзии, в том числе и в русской поэзии, немало стихов было посвящено именно книге «Песни песней из Библии». Вот, например, в 1915 году Анна Ахматова написала такие строки. «Под крышей промевшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю. Читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но ини пушист, и каждая встреча чудесней. А в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». То есть она говорила, что несмотря на все прекрасные книги, которые есть в Священном Писании, закладка «Кленовый лист» заложен именно на песни песней. И я вам скажу, что порой вот именно в трудные периоды жизни, в тяжелые периоды жизни, Бог может к нам просто говорить именно через эту книгу свои слова поддержки и свои слова любви. Даже само вот это название, да, «песни, песни, песни», или у нас в синодальном переводе написано «песни, песней», да, дословно это звучит с еврейского «песня песен». Это не то, что как бы песни поют какую-то песню. Это в еврейском языке вот такой оборот, который означает некую вот такую превосходную степень, как, например, «царь царей», то есть царь, выше которого не существует, да, или мы видим в псалмах говорится «небеса небес», да, или «святое святых». Хорошо быть во святом, но есть святое святых там, где просто слава Божья максимально проявляется на этой земле. Есть выражение, мы видим у экклезиаста, да, «суета сует», то есть вот как бы превосходная степень, что ли, «самая суетливая из всех сует». И вот когда мы говорим вот о выражении самого, да, «песня песен», да, или «песнь песней», вот если говорить вот более старым языком, оно означает, что это как бы самое лучшее из всех существующих на земле песен. И с самого начала хочу отметить, что все библейские истории – это прообраз духовных вещей. И когда мы читаем «Песню песен», это не просто рассказ о любви между мужчиной и женщиной, но мы знаем, что это показанный духовный смысл взаимоотношения Бога и Его народа, Творца и Творения. И, конечно, для нас, для христиан, это прообраз взаимоотношения между Христом и Его невестой, церковью. И авторство этой книги, сразу хочу отметить, оно вызывает много споров, неизвестно. Почему? Да потому что на Древнем Востоке не придавали большого значения, кто автор. Не было такого там у них обычая. Некоторые вообще предполагают, что эта книга даже просто набор свадебных еврейских песнопений. И там нет ничего цельного, нет ничего связанного. Но я с этим не согласен. Я хочу сегодня начать вот этот цикл проповедей по книге «Песня песней» и показать вот то, что Бог мне открыл в этой книге. Сразу отмечу, что мое понимание этой книги несколько отличается от классического, так называемого раввинистического толкования, где в этой книге видят два основных персонажа. Возлюбленный царь Соломон и невеста Суламита. Я изначально к этой книге так подходил, и вы знаете, ну не складывалось у меня. Вот сюжет не складывался, стихи не складывались. Как-то я пробовал, и не получалось. Я видел в этой книге, словно там вот три персонажа. И я вижу в этой книге три главных персонажа. Это Суламита, невеста, это ее возлюбленный пастух, и третий уже царь Соломон, главные персонажи. Там еще есть хор, там черри иерусалимские. Ну вот три главных персонажа. И когда я стал эту книгу рассматривать с точки зрения трех основных персонажей, у меня все сложилось. Я потом уже узнал, что оказывается, то, что я там увидел, это не какая-то ересь. Действительно так немало людей к этой книге подходят, и знаменитый Эрнст Ренанн, французский мыслитель, точно так же рассматривал, как три главных персонажа в этой книге. И поэтому давайте будем читать эту книгу. Благо здесь глав меньше, чем в книге Иова. И мы, в принципе, можем практически всю книгу прочитать во время этих собраний, посвященных песне-песней. Открываем первую главу. Сразу напоминаю, что деление на стихи и главы условно. Это было совершено в дальнейшем. То есть в оригинале эта книга как единое целое, и это настоящая поэзия, настоящая еврейская поэзия. И вот первая глава начинается со слов Суламиты к своему возлюбленному. «Да лапзает он меня лапзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Видите, самое начало книги и такие интимные слова, очень личностные слова, да, слова любви к тому, кого ты любишь, к своему возлюбленному. Интересно, что оригин, когда толковал эту книгу, говорил, что лапзание – это вот словно общение с Богом без посредников, без пророков, без Моисея, а вот личное взаимоотношение человека и Бога. И действительно, мы понимаем, да, это нечто, как бы словно соприкосновение человека и Бога. Что-то подобное было, когда Бог творил мир, и когда Он сотворил эту глиняную статую Адама, и написано «Вдохнул Бог дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог вдохнул лично в человека, и жизнь наполнила человека. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, да, и зальет Духа Моего на всякую плоть, вот непосредственно Дух наполнил учеников, и духовная жизнь, духовные дары начали проявляться в их служении. И вот Суламита желает вот личных, непосредственных прикосновений, отношений со своим возлюбленным. И она говорит «Ибо ласки твои лучшая вина». И, конечно, сразу вспоминаются слова апостола Павла. Не упивайтесь вином, от которого бывают распутства. Но что делаете? Исполняйтесь Духом. Когда мы наполняемся Духом Святым, да, есть нечто лучшее, чем вино, чем еще что-то такое-то. Наполнение Богом. Наполнение Духом Святым. «От благовония мастей твоих», второй стих, «имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Видите, Суламита воспевается у возлюбленного, и она так восторженно говорит о его имени. И опять-таки это непосредственно относится к нашему Господу. Мы превозносим его имя, мы славим его имя. Мы знаем, что в имени Иисуса Христа есть благословение, есть власть и есть сила, да. Как мы говорим в молитве «Отче наш» «Да святится имя, имя твое», да. Прославляется само имя нашего возлюбленного. «Влеки меня», третий стих, «мы побежим за тобою, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». И вот посмотрите, очень интересно, вот между этими признаниями в любви она говорит в третьем лице о царе, в чертогах которого она каким-то образом оказалась. В чертогах, во дворце его она оказалась. Как она там оказалась? Об этом вот, ну, прочитаем в этой книге дальше. «Будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». И вот смотрите, дальше Суламита обращается к хору. Четвертый стих. «Чери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы соломоновые». Шатры кедарские, они пткались из шерсти черных кос. И вот само выражение «черна, но красиво». Если мы с вами представим в образе Суламита церковь, то вот за две тысячи лет истории церкви, конечно же, было, к сожалению, немало черных страниц. И мы знаем, в истории церкви была и инквизиция, и были там всевозможные попытки заработать на спасение в виде индулигенции, да. И крестовые походы было, было немало позорных страниц. Но тем не менее, мы верим, что Господь не отверг свою церковь. И несмотря ни на что, Он любит ее черна, но красиво. И все дело в том, какую мы с вами сегодня впишем страницу в истории церкви. Пятый стих. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». И видите, постепенно вот с чтением этой книги история начинает проясняться. Мы видим, что семья Суламита охраняла виноградник. Тоже пока непонятно, чей это виноградник. Позже это все раскроется, что это был за виноградник, да. И вот братья по очереди стерегли виноградник, и пришел черед Суламиты. И вот она в этих стихах признается, смотрите, да, что когда ее поставили стеречь виноградники, собственного виноградника она не сберегла. Собственный сан, да, собственный личный виноградник. Конечно же, это прообраз нашего сердца. И в притчах сказано, что больше всего хранимого. Храни сердце твое. Потому что из него источники жизни не так важно, что происходит вокруг нас, как важно то, что происходит именно внутри нас. И эта книга, в принципе, вот на протяжении всех глав, она словно задает нам, читающим, нам, верящим в Господа, вот такой вопрос, в каком состоянии находится виноградник нашего сердца, какие мысли, какие планы там вырастают. Мы так с вами заботимся о внешних вещах. Настолько молитв посвящено каким-то внешним вещам, чтобы вот у нас все хорошо тут было, и в жизни, и с имуществом, и с домом нашим, и с работой нашей. И при этом мы думаем, что ну сердце, ну само собой, ну придем в следующий раз в воскресенье, так быстренько его вот настроим, и все хорошо будет. И происходит такая ситуация, когда в жизни людей бывает вокруг все хорошо, но внутри вот эта опустошенность, словно они не хранят свой внутренний виноградник, не хранят свой сад, не хранят свое сердце. А дьявол прежде всего нацелен именно на наши сердца. Вы знаете, несмотря на то, что у меня довольно много бывает поездок, и я служу в разных церквах, но вот как-то некоторые собрания почему-то запоминаются на всю жизнь. Я помню одно собрание, которое было много-много, лет 20, наверное, назад оно было. И мы с Дианой были тогда в Норвегии, служили в одной церкви там, в Норвегии. И вот бывают хорошие собрания, бывают очень хорошие собрания, а бывают собрания, ты даже их очень хорошими не назовешь, словно Божье присутствие приходит, и что-то особенное. И вот было такое собрание как раз. Я служил, и хотя мы вроде были так довольно усталые, но вот словно Божье присутствие сошло и наполнило церковь. И когда, я помню, закончил проповедь, я помолился, спустился вниз, сел. И обычно же после окончания проповеди там кто-то выходит, либо пастор, либо какой-то служитель, берет микрофон, что-то там говорит, там собрание либо продолжается, либо заканчивается. А тут я вот спустился вниз, сел, пастор сидит, служители сидят, люди в церкви сидят. Никто ни в цену не выходит. Все сидят. Я даже так подумал, может, что-то я не то сказал. Может, в этой церкви какое-нибудь учение особенное, а я что-то сказал, противоречащее их учению. Почему такое, какое-то странное состояние. И тут один молодой человек вышел на сцену, молодой норвежец, и он говорит, братья и сестры, знаете, вот на этом собрании Бог меня коснулся, я четко увидел, мы сегодня с вами находимся в таком состоянии, когда наши головы переполнены, а наши сердца пустые. И он там еще говорил, потом другие люди стали выходить, потом стали молиться, и там очень интересно, просто все вылилось, это собрание, в такую молитву. Но вот это вот состояние, когда люди долго ходят в церковь, и слышишь разных проповедников, разные семинары, там на каких-то христианских конференциях, библейские школы, семинарии, и постепенно твоя голова наполняется каким-то богословским знанием. Ты знаешь какие-то принципы библейские, ты знаешь там суть разных библейских книг, и это хорошо. Но когда для нас вот это знание в нашей голове заменяет Божье присутствие в нашей жизни, в нашем сердце, когда наша голова переполняется вот этой всевозможной информацией, а сердце остается таким же пустым, тогда вот это знание наше, оно нас уже перестает благословлять. Мы вот приходим в церковь с такими тяжелыми головами, может быть кто-то сейчас пришел с такой головой, и думаешь, ну вот, сейчас Иова разобрали, сейчас вот песни песней будем разбирать. Ты сидишь, слушаешь, что-то ты знаешь, что-то там для тебя новое, с чем-то может быть ты согласен, а что-то может быть тебе кажется сомнительным. Потом уходишь домой, и вот все, что происходит, словно происходит у тебя в разуме, оно не опускается ниже, не опускается в твое сердце. И со временем такое христианство, такая вера начинает тяготить человека. Поэтому я и говорю, что эта книга песни песней, которая говорит о личных отношениях между нами и Создателем, между Церковью и ее Спасителем, это по сути центр всего, центр нашей веры. Не страшно чего-то не знать, не страшно там какие-то места в Священном Писании не понимать, страшно, когда мы не храним наш виноградник, когда мы не храним наше сердце, когда мы привыкаем жить без вот этой постоянной подпитки от Господа, без постоянных взаимоотношений с Ним. Это знаете, как в семейной жизни бывает, когда вот после бурных отношений, первых лет, там, медовый месяц, все постепенно как-то так вот успокаивается, люди друг к другу привыкают, и уже словно и чувств нет, и каких-то эмоций нет особенных, просто вот тут совместное сосуществование, которое постепенно начинает тяготить. потому что любовь – это что-то реальное, и оно наполняет наши души, оно наполняет наши сердца, и вот вся эта книга, она прежде всего посвящена нашему сердцу, чтобы наше сердце было переполнено. На каждом собрании, по сути, Бог что-то сеет в твоем винограднике, и будешь ли ты это взращивать, или ты будешь этим пренебрегать, позволишь ли ты, чтобы сорняки подавили вот это доброе семя в твоей жизни, или наоборот, ты будешь пропалывать свой виноградник от всех сорняков, чтобы плодов было больше. Все это зависит, все это зависит от тебя. Помните, в Евангелии Теана Иисус говорит, «Я есть им истинная виноградная лоза, а вы кто? А мы ветви. А мы ветви. Всякую ветвь, не приносящую плода, Бог отсекает, а всякую приносящую плод, очищает, чтобы больше принесла плода». Бог прежде всего заинтересован в наших сердцах. Вы понимаете, у нас может быть разное образование, разное познание, но то, в чем мы должны быть с вами все схожи, наше сердце должно быть переполнено любовью к ним. И это не происходит автоматически. Если мы это не храним, мы можем потерять самое главное, и самое важное. Шестой стих. Суламита обращается к своему возлюбленному. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле ста товарищей твоих?» И видите, возлюбленный Суламиты пастух. Я отмечаю, пастух не царь. Соломон никогда не был пастухом. Давид, его отец, был пастухом. Соломон никогда не был. И что интересно, нигде, вот в отличие от Давида, нигде мы не видим Соломона, как прообраза нашего Господа и Иисуса Христа. Даже, несмотря на все ошибки Давида, но он показан как образ Иисуса Христа. Поэтому я и считаю, что здесь не два, а три главных персонажа. Возлюбленный, пастух и царь Соломон. И вот седьмой стих. Хор отвечает, черри Иерусалимский отвечает Суламите. «Если ты не знаешь этого прекраснейшая из женщин, не знаешь, где твой возлюбленный, где твой пастух, где он, то иди себе по стадам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». И вот далее, вы знаете, тут может быть как речь пастуха, так и царя. Вообще, вот если вы смотрели современные переводы некоторые на русский язык, там в книге «Песни песней» показаны, да, вот обозначено «Он», «Она», там «Хор», вот там есть такое, как бы, от чьего лица произнесен следующий стих. И если вы сравните, то в разных переводах это по-разному, то есть где-то «Он», а тот же самый стих там в другом переводе «Она». Вот, поэтому я не думаю, что здесь вот как бы это имеет принципиальное значение, да, вот, и можно здесь вообще, чтобы царь был просто в третьем лице, а все речи сделать от пастуха. Но я все-таки для себя выделяю отдельно еще речь царя, потому что для меня она отличается. В этой книге очень много красивых таких сравнений, метафор. Так вот, у царя они очень специфические, такие натуралистические, очень такие, связанные с драгоценными какими-то металлами, камнями, когда он описывает внешние Суламиты. И вот дальше царь Соломон говорит, «Кобылица моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Интересно, такая историческая справка, что в колеснице запрягали только жеребцов. То есть можете представить, какой фурор там произвела бы кобылица. То есть комплименты царя очень такие, ну, похотливые, довольны. «Прекрасные ламиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блесками». Видите, речь царя пестрит конями, ожерельями, золотом, серебром. Сразу вспоминается Псалом «Иные конями, иные колесницами, а мы тем именем Господа нашего хвалимся». Дальше одиннадцатый стих опять говорит Суламита. «Доколи царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». Видите, царь со столом там сидит, а возлюбленный тут, у груди, как кисть кипера, такие душистые цветы, возлюбленный мой у меня в виноградниках янгетских». Янгедия – это знаменитое место в Израиле, где в свое время Давид скрывался от Саула. И мы видим в этой книге, в виноградниках янгетских, возлюбленный Суламит также скрывается от царя. Почему скрывается? Опять-таки сюжет постепенно раскрывается от головы к голове. И вот в 14-м стихе уже речь пастуха, его сравнения отличаются от царских. Если у царя Соломона сравнение с драгоценными камнями, с какими-то натуралистическими подробностями, то у пастуха это сравнение связанное с природой, зеленью, с небом, с деревьями. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. На что Суламита ему отвечает, о, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложи у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Видите, ее сравнение отношений с возлюбленным также связано не с роскошью царского дворца, а именно с природой. И вот вторая глава Суламита продолжает. Я нарцисс саронский, лилия долин, она как цветок, на что пастух, ее возлюбленный отвечает, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Если у Соломона она кобылица среди жеребцов, то у пастуха она лилия между колючками, между тернами. Третий стих, ответ Суламиты, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. И вот все эти слова эпитеты, которые Суламита адресует своему возлюбленному, связаны с нашим взаимоотношением с Господом. Вот в тени люблю сидеть, как некий символ защиты. Когда мы не имеем отношения с Господом, все, на что мы можем надеяться, только на свои силы. Но когда у нас есть близкие отношения с нашим возлюбленным, с нашим Господом, то мы словно находимся в его тени. Помните 90-й Псалом, как начинается? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью, старое слово, под тенью всемогущего покоится. То есть видите, когда мы имеем отношения с Господом, то мы находим защиту в его тени. Мы покоимся, и приходит вот такое удивительное состояние благодати, комфорта. Ну представьте себе, да, кто из вас когда-нибудь был в Израиле, насколько там жарко, жарко и летом, жарко и зимой, вот эта жара. И вот в этом знойном климате найти тень, это просто благодать. И вот точно так же отношение с Господом, это словно благодать, удивительные переживания. И она дальше продолжает и говорит, в тени люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей, вкусить плоды, то есть вкушение плодов, близкое познание, личное переживание. И следующий стих особенный, посмотрите, он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. И мы говорим, что если Саламита является символом церкви, невесты Христа, то пастух, добрый пастырь, наш Господь Иисус Христос. Видите, возлюбленный Саламиты был простым пастухом. Точно так же Священное Писание говорит, что во Христе не было ни вида, ни величия. То есть не было какой-то особой знатности. Он не родился в храме там где-то в Иерусалиме. Он родился в простом маленьком городке Вифлееме. Но он чем-то пленил наши сердца. Что это такое? Любовь. То, что она говорит, из нами его надо мной любовь. Не случайно все вот эти империи, основанные на насилии, на принуждении, рано или поздно разваливаются. Все империи в истории человечества рано или поздно разваливались. Но Божье Царство две тысячи лет проповедуется Церковью. Почему? Да потому что основание этого Царства любовь. Любовь. Я помню, когда я впервые читал Евангелие, то дойдя вот до глав об истязании нашего Господа, о Его распятии, о Его смерти, просто переживал, словно вот внутри все сжималось. и я вот помню, словно вот я внутри ощутил, когда любовь переполняет, как апостол Павел говорил, что любовь изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот любовь словно наполняет к Иисусу Христу. То, что мы с вами говорили, когда разбирали книгу Иова, настоящая вера, это взаимоотношение с личностью, а не просто изучение каких-то духовных принципов и законов. И эти отношения с личностью это отношения любви, потому что наш Бог есть любовь. И это знамя любви должно реять и над нашими судьбами, и над нашими семьями, и над нашей церковью. Тогда это будет Божья церковь, тогда это будет благословенная церковь. И вот смотрите, дальше Суламита говорит пятый стих, подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас чери иерусалимские, видите, она опять обращается к хору, серными или полевыми ланями не будите и не тревожьте возлюбленной доколи ей угодно. И тут относятся к нему. Но я отношу, как и в принципе большинство исследователей, этот седьмой стих относят к Суламите. Почему? Потому что дословно здесь звучит так, у нас написано не будите и не тревожьте возлюбленной. Здесь вот в септуагинте стоит слово агапе. Агапе как переводится? Любовь. И вот дословно этот стих звучит так. Причем это очень важно, я почему это отмечаю, эта фраза в этой книге неоднократно повторяется. И звучит она так. Не будите любовь раньше времени. В этом мире, знаете, отношение к любви, либо они из любви делают идола, либо вообще любви нет, стерпится, слюбится, любовь это что-то такое странное и непонятное. Но здесь мы видим, что любовь это не что-то странное, это не то, что мы сами себе придумываем. Любовь, она совершенно реальна. и книга песней учит нас не разменивай любовь на подделку, не старайся вызвать ее искусственно, не буди любовь раньше времени, жди настоящего. Когда сегодня люди думают, ну там надо любить, почему, ну время пришло, там возраст там уже или что-то, или как-то проще, так. А потом поют песни, есть ли любовь, скажи, все, миражи. Потому что сами придумали себе любовь, и такая любовь, конечно, мираж. Но Слово Божие говорит, что есть настоящая, реальная, божественная любовь, которая наполняет наше сердце, изливается, мы должны ее хранить, но вызвать ее не в нашей власти, она приходит от Бога. Бог есть любовь, Он источник настоящей любви. И вы, молодые люди в церкви, которые еще не женаты, не замужем, ждите настоящего, настоящего. Не попадайте под манипуляции окружающих, что вот там вот надо, ну-ка, вот давай. Не буди любовь раньше времени, жди, когда в твоей жизни придет встреча от Господа. Жди настоящего. Я, знаете, как-то на всю жизнь запомнил один момент, когда ко мне пришли верующие на беседу, и я помню, спросил у девушки, которая собиралась замуж выходить. Я говорю, послушай, а ты любишь этого человека, за которого собираешься выйти замуж? На что она мне сказала пастор, я думаю, что я смогу полюбить любого. Вы знаете, с одной стороны, конечно же, мы должны любить всех, даже врагов, но это не означает, что нужно за врагов выходить замуж. мы должны любить всех, но здесь говорится о любви как об особом уровне взаимоотношений, что-то особенное, что приходит от Бога, и этим не нужно разбрасываться, этим настоящим нельзя бросать там под ноги свиньям, иначе все будет потоптано и над тобой еще посмеются. есть настоящее, просто всему свое время, не буди любовь раньше времени. Восьмой стих. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Видите, если царь находится во дворце, то возлюбленный где-то вне, там, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Видите, там где-то вовне находится. Возлюбленный ему начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Видите, там возлюбленный вовне, он призывает ее выйти. Откуда выйти? Да из этого царского дворца выйти. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлица слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. И видите, слова возлюбленного точно такие же, Бог стремится к близким взаимоотношениям с нами, и приход к нему здесь сравнивается с приходом весны. раньше наша жизнь была под сугробами грехов и проклятий, но солнце правды словно взошло над горизонтом нашей жизни, и в лучах исцеления лед наших сердец растоплен, и все начинает пробуждаться, расцветать. Бог меняет людей, Бог преобразует своей силой, своей любовью, своей благодатью, мы видим лозы расцветая издают благовоние, сердце наше, оно словно другой запах начинает издавать, есть разные запахи в духовном мире, в церкви должен быть запах весны, запах новой жизни, запах пробуждения, время пения настало, это прославление означает. Прославление это не несколько песен в ожидании проповеди, прославление это когда мы поем о любви, не просто что-то скучно играем, вот поем, когда мы к нему всем сердцем раскрываемся перед ним. Иначе в этом нет совершенно никакого смысла, нет никакого смысла в никаких ритуалах, ни в каких обрядах, нет смысла что-то петь, если петь не хочется, потому что это звучит фальшиво, точно так же, как в музыке можно там взять ноту фальшиво, так же и в духовном мире есть фальш, когда человек говорит одно, живет иначе, когда наша жизнь не соответствует тому, по что мы верим, и можно петь о весне, о Божьей любви, можно много красивых слов сказать, но это все будет пусто, все будет пусто. Я каждый раз, когда читаю книгу, песни, песни, я смотрю свое сердце, не очистило ли мое сердце, не стал ли я просто таким профессиональным служителем и превратился я в такого опытного христианина, всезнающего, потому что если нету настоящего стремления к Богу, если нету настоящей духовной жизни, то все это просто мертвая религия под символом креста, благодаря которой на земле немало зла творилось. с именем Господа на уста или с такими пряжками, где написано с нами Бог. Настоящая жизнь с Богом, она все меняет, все наполняет смысл. Любовь это то, что самым простым вещам придает особенный смысл. Когда любишь, слышишь какие-то простые песни, и тебя так они трогают, кажется, все о тебе, все о тебе, да, ведь? Когда есть любовь, когда любви нет, ты слышишь эти песни, думаешь, да что за глупость, что они там поют, какую-то ерунду. любовь, 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 обычные вещи, наполняет совершенно особенным смыслом. И мы можем стоять здесь и буквально петь несколько фраз, но будет удивительное благоухание в духовном мире, благоухание славы и благоухание Божьего присутствия. Следующий стих, пятнадцатый стих, я считаю, что это чрезвычайно важный стих, который опять-таки приоткрывает нам завесу, что же там произошло. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. И видите, снова слова у виноградники нашего сердца. Возрожденное Божьей любовью сердце расцветает. Цветы появляются в нашем саду, благодать, запах весны, запах пробуждения. Но, смотрите, есть, как есть у нас в синодальном переводе лисенята, просто маленькие лисята, которые проникают в наш сад, в наше сердце и своими маленькими острыми зубками начинают портить лозу, портить нашу связь со Христом. Он лоза, а мы ветви. Недаром говорят, что дьявол сокрыт в деталях. Мы очень часто пренебрегаем мелочами, не понимая, что эти мелочи разрушают великие вещи. Ты никогда не увидишь великого, если ты невнимателен к мелочам. я помню, когда читал интервью с певцом Джо Досеном, популярным где-то в свое время, в прошлом веке уже, то Джо Досен рассказал о том, что когда он начал свою музыкальную карьеру, то он постоянно проваливался. У него были неудачные концерты, никого успеха не было. Джо Досен говорит, я сел и задумался, а в чем проблема, почему? Вроде бы мой голос очень хвалят и песни нравятся, почему? Не идет ничего. И тут я понял, что я пренебрегаю мелочами, я пренебрегаю, потому что выступление это не только красивый голос, это все, это и сцена, это и свет. И когда я изменил свое отношение к мелочам, то с тем же талантом, с тем же голосом прекрасным, все поменялось, все поменялось. Нельзя пренебрегать мелочами. Я думаю, не один я на прошлой неделе как бы удивился историей, которая у нас в стране произошла, когда одна женщина, может быть, вы читали в новостях, работающая в банке, конечно, такой пример, ну, тоже раскрывает мелочь, важность мелочей. Женщина, работающая в банке, по-моему, это где-то в Башкирии было, вышла из банка с большими сумками, читали эту историю, да? Вышла из банка с большими сумками, вот, на следующий день не появилась, когда открыли сейф, то оказалось, что пропало 24 миллиона, 24 миллиона рублей. рванули к ней домой, а там никого уже не было, ни ее, ни мужа, ни двух детей. Просто люди пропали с этими большими деньгами. Их пытались найти, никаких следов не было. И не так давно, по-моему, на прошлой неделе их обнаружили в Казани, потому, что она засунула симку старую в свой телефон, чтобы проверить, переслали ли деньги там на ее детей, там, ну, на детей же приходят деньги, переслали ли деньги. И когда она засунула симку в телефон, чтобы проверить, их запеленговали, запеленговали, обнаружили и арестовали. Я вот читаю эту историю и думаю, у тебя такие деньги, и ты смотришь, перечислили там ли тебе дотации на детей. И эти маленькие вещи. А ведь мы с вами так склонны радоваться за разных Робин Гудов, да? Когда кого-то ограбят, это не весело, но если банка ограбят, нам нравится. Нам вообще не жалко, что там банкир потерпел, да? Кто кого-нибудь там ограбят, директора Сбербанка или кого-нибудь Тинькова, нам только приятно, правильно же, да? Поэтому, когда читал про эту женщину, думаешь, вроде, конечно, она нехорошо сделала, но думаешь, ну, молодцы. А что, только им там все грабят, да? Кто там наверху? Ну, тут тоже по-своему все стараются, да? Поэтому не скажу, что у меня были христианские чувства, но зла я ей не желал. Как я думаю, не только я один, да? И тут их накрыли, из-за чего полезла симку свою там вставлять в телефон, проверять, перестали ли дотации на детей. Думаешь, ну, как, как вот на такой мелочи погорели, да? Я к чему это говорю? Мы часто думаем, что Бог нам дает такие большие вещи. Велика Божья благодать. О, amazing grace, как сладкое твое звучание. Велика любовь Божья, велика вера Божья. Ну, кажется, как вот, кто нас разделит с этой великой любовью? Что нас отделит от великой Божьей благодати? Вот книга Песни Песней показывает, когда мы, там небольшие какие-то там звери, не как в книге Иова, когда Левиафан там или Бегемот с хвостом как кедр, а, казалось бы, маленькие лесята. Ну, мелочи, ну, что они могут сделать? И мы часто не обращаем внимания на маленькие вещи, которые как-то попадают к нам в сердце. Это может быть обида, ну, казалось бы, ну, что такое маленькая обида? В сравнении с великой Божьей любовью. Или горечь, или сплетни, или как-то там разговоры за спиной, или еще что-то. Оно начинает в нас понемногу проникать. Мы не обращаем внимания, ну, большой ли ущерб причинят лесята? Да нет. Но постепенно, постепенно эти маленькие обиды, горечи, разочарования, гонка за деньгами, гонка за славой, гонка за успехом, там прочие все вещи начинают наполнять наше сердце. И со временем наш виноградник, наш сад начинает вять, гибнуть. гибель, для меня вот этот пятнадцатый стих, наверное, один из самых любимых в этой книге. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Если сегодня твой виноградник в цвете, но внутри ты допускаешь обиду, злобу на кого-то, мстительность, негатив, разговоры за спиной, вроде бы это не губит твою духовную жизнь сразу, но будь уверен, постепенно от твоего цветущего виноградника не останется ни одной грозди. Все будет уничтожено. Я за 27 лет своего пастырского служения неоднократно наблюдал, как мелочи, которыми пренебрегали люди Божьи, губили их великие и большие призвания. Поэтому дьявол и направляет свои огненные рыжие стрелы прямо в нас, ну, казалось бы, ну, там что, мелочи, мелочи, но постепенно эти мелочи все уничтожают. И последние два стиха второй главы. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями, видите, опять его возлюбленный там, где-то на природе, между лилиями, там он где-то пасет стада, доколе день дышит прохладою и убегают тени. Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. сегодня у нас с вами причастие. Так важно, чтобы каждый раз, когда мы с вами приступаем к этому служению, мы не делали это автоматически, потому что думаешь, ну, каждый месяц хлеб и вино, хлеб и вино. И мы забываем, что это плоть и кровь нашего Господа. Это означает, что наш Бог буквально в нас, а мы в Нем. Мы едины с Ним. И в этом служении нет никакого смысла, если это лишь внешний ритуал или обряд, если этого не происходит реально в нашей жизни, когда ты соединяешься с Ним, ты наполняешься с Ним. больше всего хранимого храни сердце, ибо из него источники жизни. Сегодня мы на этом месте остановимся, и я хочу, чтобы сейчас мы с вами закрыли глаза и склонили головы. просто подумай, как все, о чем говорят эти первые две главы песни, песней, как это все соотносится с твоей жизнью, с твоим сердцем. если ты видишь в своем сердце этих маленьких лисенят, может быть, ты даже перестал и внимание обращать на это, и постепенно эти лисята становятся для тебя обычными. Ну, что может маленький лисенок, твой виноградник в цвете, цветет, плодоносит, запах благоуханный. Что может с этим сделать маленькая обида или горечь или разочарование или негативное отношение к кому-то. Казалось бы, мелочи не идет речь о великих больших грехах. Мелочи. Но все же когда-то обижаются. Все же когда-то бывают недовольны. Все мы бывают говорим что-то про других людей, за что нам бывает стыдно. Ну, мелочи. Есть и есть. Ты ведь продолжаешь ходить в церковь, ты продолжаешь молиться, Библию читать. Вроде бы внешне ничего не поменялось. вроде бы эти лисята ничего страшного не совершили в твоей жизни. Но, знаете, вот это вот как классический пример с лягушкой, которая оказалась в кастрюле. Если бы она упала в горячую воду, она сразу бы выпрыгнула. Но, когда она в обычную воду комнатной температуры попадает, а эта кастрюля стоит на огне и нагревается, постепенно лягушка не чувствует, пока не сварится. Но точно так же вот эти постепенно, эти мелочи планомерно день за днем убивают убивают нашу духовную жизнь, убивают наши живые отношения с Господом. Поэтому не нужно пренебрегать мелочами, не нужно пренебрегать этими лисятами. Против всех раскаленных стрел лукавого нужно выставлять щит нашей веры, не допуская их в свою жизнь, не принимая. Послушай, обида это твоя неправильная реакция. Что бы кто ни сделал в отношении тебя, обида это твоя неправильная реакция. Не допускай ее. Прощай. Не давай места дьяволу, не давай места раздражению, не давай места горечи, не давай места гневу. Пришел гнев, солнце до ней зайдет во гневе вашем, разберись с ним. Не давай гневу переходить на следующий день, на следующую неделю. Потому что эти лесята, они подрастают, обиды растут, раздражение растет, горечь разрастается и отравляет все внутри, отравляет нашу душу, отравляет наше сердце. господь, я молю, чтобы мы вникали в себя и в учения, смотрели в слово Твое и в свое сердце, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, мой Бог, дай нам мудрость ухаживать, следить, заботиться о винограднике нашего сердца, пропалывать от всяких сорняков, выгонять всяких лисят, зверят, которые пытаются погубить жизнь в нашем винограднике. Я молю, чтобы никто из нас не давал место лукавому по имени Иисуса Христа, чтобы слова нашего Спасителя о любви, о прощении, о милости, о великодушии, о милосердии, были реальностью в наших жизнях, Господь. Мы верим, что все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они не случайно возникают на нашем пути. И через каждую трудность, через каждую сложность Ты желаешь чему-то нас научить. Все это будет к нашему благу, если мы научимся это достойно преодолевать, проходить с верой и любовью. Благослови, мой Бог, очищай наши сердца, чтобы, когда мы будем вкушать причастие, мы могли переживать реальность соединения с Тобой, чтобы между нами и Тобой не было никаких барьеров, никаких преград, ничего этого плотского, Господь. Ты добрый пастырь, Ты наш возлюбленный, Ты наш Мессия, Спаситель, Ты есть истинная виноградная лоза, которой мы привиты. И я молю, мой Бог, чтобы у нас была настоящая духовная связь с Тобой. Настоящая духовная жизнь через молитву, через чтение Писания, через размышления Господь о Слове Твое, о путях Твоих по имя Иисуса Христа. Благослови нас, Иисус. Слава Тебе, честь и хвала. Раскрывай нам, Господь, эту книгу, чтобы мы видели суть Все Писание Бога духовновенно. И мы верим, что через эту книгу Ты желаешь так много сказать каждому из нас. Это не просто знание для разума, это жизнь и живая вода для нашего сердца. Аллилуйя Иисус, оживляй нас. Я молю, мой Бог, коснись моих братьев и сестер, у которых в последнее время была засуха в их духовной жизни. Коснись и Господь, коснись тех, кто, возможно, утомился или устал, или в чем-то разочаровался, мой Бог. Я молю, чтобы мы прогоняли всех этих лисят, не давали им места в своем сердце. Не давали никому и ничему губить сад внутри нас. Музыка. 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 Возьми руку ближнего, давайте помолимся друг за друга. Боже, благослови всю нашу церковь, благослови виноградник, чтобы в церкви была настоящая жизнь, духовная жизнь, чтобы церковь была домом молитвы, домом богоискания, домом духовной жажды. Я верю, мой Бог, что ни один человек здесь не случайно что-то внутри него тянется к чему-то большему. Я молю, мой Бог, чтобы мы были алчущими и жаждущими, чтобы мы никогда не превращались в самодовольных и сытых. Не превращались в тех, кто богат, разбогател и ни в чем не имеют нужды. мы нищие духом, мы нуждаемся в Тебе каждый день. Благослови каждого верующего Божия, оживляй, наполняй, слава Тебе, честь и хвала. Аллилуйя. Я молю, чтобы наши отношения друг с другом были такими же настоящими, живыми, чтобы мы поддерживали друг друга, были благословением друг для друга, чтобы наши руки и сердца были чистыми, чтобы между нами не было никаких преград, обид, сплетен негатива, Господь. Исцеляй, исцеляй, мой Бог, исцеляй. Слава Тебе, честь и хвала. Аллилуйя. И каждый верующий доскажет Аминь. кто-то. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok